Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео авторынок. Если вы еще до сих пор на нас не подписались, рекомендуем это сделать. На канале много интересного и полезного материала о выборе и приобретении поддержанных авто, в том числе и обзоры в разных форматах на самые различные модели автомобилей. Ну а если интересуют машины в наличии, либо наши вакансии, все это по ссылкам, они в описании. Герои нашего сегодняшнего обзора не относятся к каким-то редким, эксклюзивным, спортивным автомобилям. Эта машина представитель автомобилей для простого человека, периода 2000-х-2010-х годов. Однако по-своему он весьма интересен. Чем именно? Смотрите в обзоре Toyota Raum в кузове Z20. Второе поколение Toyota Raum в кузове Z20 появилось в 2003 году. Эта модель выпускалась по 2011-й, при этом в 2006-м его обновили, проведя через рестайлинг. Гамма агрегатов под капотом этой машины не отличалась разнообразием вовсе. Здесь был только один единственно возможный вариант. Полуторалитровый бензиновый мотор на 105 или 109 лошадей, в зависимости от того, полный или передний привод у автомобиля. А сочетался этот двигатель здесь только с классическим четырехступенчатым автоматом. Эра вариаторных трансмиссий еще массово не наступила. Наш сегодняшний экземпляр 2008 года выпуска – это рестайлинг полноприводный с автоматом 105 лошадиных сил и 210 тысяч пробега на одометре. Занимающий промежуточное положение между большими минивэнами и обычными компактными хэтчбеками или универсалами, Toyota Raum имеет следующие габаритные размеры. Длина этого автомобиля 4 метра 4 сантиметра, ширина 1 метр 69, а высота 1 метр 54. Колесная база 2,5 метра, а радиус разворота 4,9, а это очень немного. Автомобиль маневренный и удобный для использования в городских стесненных условиях. И при этом, кстати, легкий снаряженная масса всего 1220 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то Toyota Raum окрашен в принципе довольно-таки тонко, что характерно для автомобилей внутреннего японского рынка, по крайней мере бюджетного сегмента. Разброс показаний толщиномера для заводского окраса на этом компакт-вене будет лежать в диапазоне от 85-88 до 115-120 микрон максимум. Что касается склонности автомобиля корродировать, то здесь уже вступает в игру в возраст. Поэтому при осмотре поддержанного экземпляра нужно обращать внимание на стандартные зоны риска задней арки, пороги. И ни в коем случае не пренебрегать осмотром автомобиля на подъемнике. Обзор внутреннего пространства этого компакт-вена начнем с багажного отделения. Доступ куда нам открывает пятая дверь. Она не поднимается вверх, а открывается вбок на манер калитки, как на Toyota RAV4. И, кстати, несмотря на то, что автомобиль компактный, пятая дверь очень даже тяжелая. Ширина багажного проема при этом в его узком месте 100 сантиметров. А высота от фальшпола до крыши побольше, чем на большинстве современных универсалов. Здесь 91 сантиметр. Ширина багажника по наиболее узкому месту 82. А расстояние от пятой двери до задних сидений здесь 72 сантиметра. Для перевозки габаритного груза задние сидения тут складываются. Расстояние, которое вы получите при такой трансформации салона, будет равняться 152 сантиметрам. При этом ровного пола, к сожалению, не выйдет. Единственный вариант складывания сидений выглядит так. И они занимают довольно-таки приличное пространство по высоте. Зато производитель предусмотрел здесь возможность складывать спинку пассажирского кресла вперед. Таким образом, вы получаете столик и пространство для перевозки нечто более широкого, нежели, например, связка плинтусов или реек, просунутая между сидениями. А длина салона в этом случае составит порядка 2 метров 47 сантиметров. Одной из ключевых фишек Toyota Raum 2-й генерации является бестоечность левой части кузова. Открыв обе двери, вы таким образом получаете широкий проем, длина которого равняется 150 сантиметрам. Кстати, переднее сидение вы можете не только сложить в столик, но даже и полностью кувыркнуть его вперед. Таким образом, освободив в салоне место для перевозки какого-то высокого груза. Что касается каких-то дополнительных удобств, по багажнику этого компакт-вэна здесь, по большому счету, ничего нет. Кроме пары колонок, также плафона освещения наверху и четырех петель для сетки, фиксирующий груз. Что касается боковых панелей, здесь мы видим два лючка с одной и с другой стороны, которые обеспечивают доступ к задним фонарям для замены ламп. А под фальшполом в данном случае у нас скрывается запасное колесо в формате докатки и буксировочная петля. Ну а теперь про салон второй Тойоты Раум. Как и в большинстве Тойот тех лет, в этом салоне чувствуешь себя по-домашнему уютно. На это работает и цветовая гамма, и дизайн с округлыми линиями, и в том числе коврики, которые представляют собой полный аналог домашнего паласа. Сидеть при этом, кстати, удобно. Рулевая колонка регулируется, правда, только по наклону. Но одним из моментов, которые стоит отметить, является то, что здесь вы никак не перекроете себе обзор на приборную панель, поскольку она здесь находится по центру. Перед вами только блок сигнальных ламп. Сидение в меру мягкая посадка, практически вертикальная, как на внедорожнике. Водительское кресло имеет регулировку в том числе и по высоте. Поэтому водителю небольшого роста за рулем этого автомобиля также получится устроиться удобно. Удобно. Правда, при росте 1,86 м, если я сажусь в удобное для себя положение, я отодвигаюсь до упора назад. И при этом моя левая нога остаётся всё равно согнута в колени. Впрочем, с поправкой на вертикальную посадку не так уж это здесь и критично. Сам руль здесь большого диаметра с массивной центральной частью, четырьмя спицами. Правда, никаких клавиш на нём нет. Приборная панель полностью аналоговая. Спидометр, тахометр и указатель уровня топлива. Температура в данном случае это просто сигнальные лампы. Шрифт очень крупный. Читается спидометр буквально из соседнего автомобиля, а не то, что с места водителя или заднего сидения. Что касается кнопок и органов управления, то их здесь очень-очень немного. Блок управления стеклоподъёмниками и зеркалами справа на подлокотнике абсолютно стандартный для Toyota. Единственный момент, что в этом компакт-вене все стеклоподъёмники имеют авторежим. Справа внизу небольшая монетница и кнопка обесточивания электропривода задней двери. Рядом с корректором фар справа от руля клавиша, позволяющая открывать и закрывать электрифицированную дверь из салона. Центральную часть консоли занимает уже неродная магнитола на базе Android размером 2.1. На монитор, который выводится в том числе изображение с камеры заднего вида. Блок управления кондиционером, а в данной версии именно обычный кондиционер, а не климат-контроль, реализован очень удобно. Здесь нет дешёвых пластмассовых противных скрипов. Всё переключается с приятным тактильным усилием и не отвлекаясь от дороги. Верхняя заслонка регулирует температуру, нижняя забор воздуха снаружи и изнутри. Ну а поворотные рукоятки отвечают за направление обдува и интенсивность. Интересно, что в этом автомобиле клавиша включения-выключения кондиционера подписана CAN-A, а не привычным символом AC, air-conditioning. То же самое касается кнопки обогрева заднего стекла, но здесь надпись продублировали ещё и пиктограммы. Селектор коробки стандартный в виде змейки, ошибиться с передачей практически нереально. Плюс есть клавиша для перемещения рычага при выключенном двигателе. Под рулевые же переключатели здесь в светлом салоне, чёрного цвета, выглядят довольно инородно, но находятся на своих местах и плюс-минус удобно в использовании. К сожалению, у водителей переднего пассажира здесь нет абсолютно никакой опоры под локти, как с левой стороны, в плане того, что центрального подлокотника, как и тоннеля, собственно, здесь нет, так и справа. Потому что при моей регулировке сидения локтём я упираюсь в среднюю стойку, а не в подлокотник вовсе. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, с правой стороны есть небольшой отсек. Подстакан он, скорее всего, не подойдёт в силу своей формы, но сюда можно побросать некую мелочёвку. Есть отдельный, похожий на пепельницу, но не являющийся ею, полностью пластиковый небольшой бокс в центральной консоли. Есть более вместительное пространство, куда можно побросать, например, мобильный телефон, какие-либо бумажки или что-то подобное. И основной бардачок, полностью пластмассовый внутри, не очень большой по объёму. А вот дизайн подстаканников здесь действительно интересный. Они словно пристёгнуты сбоку к водительскому креслу и открываются по нажатию кнопки. Решение весьма оригинальное и доселе нигде особо не встречавшееся. По крайней мере, мне. Что касается обзорности, то проблема здесь будет только с передним габаритом. У тех, кому сложно к этому привыкнуть. Капот на этой машине полностью невидимый при любой регулировке сидения, хоть головой в потолок упритесь. Зато боковые зеркала у этого минивэна необычно большие по площади для тех годов выпуска. Поэтому с маневрированием и перестроением вопросов ноль. Боковая линия остекления низкая, а передние стойки по нынешним меркам не особо широкие. Так что при повороте направо-налево пешеход за ними вряд ли спрячется. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается пространства на заднем ряду второй Toyota Raum, то здесь в целом с местом в порядок. В плане пространства для коленей, в плане высоты заднего сидения. Кстати, его подушка здесь очень заметно выше, чем подушки передних кресел. При этом заднее сидение полностью плоское, рассчитано на трех пассажиров. На полу есть тоннель, но он очень небольшой по высоте. При моем росте 1,86 м от коленей до спинки сидения еще 1,2 м. Но даже если бы они в нее упирались, то спинка в данном случае у нас мягкая. И дискомфорта это бы не вызвало. А вот на что можно попенять, так это на полнейшее отсутствие здесь подлокотников. Его нет ни в центральной части спинки, ни на дверных картах. Они здесь полностью плоские. И, кстати, спинка заднего сидения не имеет никаких регулировок в плане наклона. Единственное практически вертикальное положение. Запас над головой при этом все же присутствует. Что касается удобств для задних пассажиров, здесь нет практически ничего, кроме небольшого крючка для пакетов. Максимальный вес, который вы можете сюда подвесить 4 кг, и то только на спинке водительского кресла. Правда, если сложить переднее сидение, то можно приспособить его под столик для себя. Что касается двигателей, под капотом Toyota Raum стоял один-единственный вариант. Один NZ FE. Этот мотор довольно-таки старый. Появился он в 99-м году. И к моменту, когда дебютировало второе поколение Toyota Raum, под капотом оказался уже модернизированный вариант. Так называемый тип 3. Этот двигатель, в отличие от прародителя, получил гидрокомпенсаторы. Но остался еще по-прежнему с механическим дросселем. Это рядная четверка с алюминиевым блоком. Здесь два распредвала, цепной привод ГРМ и самый обычный распределенный впрыск топлива. Мотор выдает либо 105 в версии С4ВД, либо 109 лошадиных сил. И отличается хорошей топливной экономичностью. В городе такой компакт-вен вполне в состоянии уложиться в 10 литров на 100. Что касается основных проблем этого двигателя, то, пожалуй, самое дорогостоящее по причине, которое эти моторы в основном и меняли на контрактные в свое время, мало кто их ремонтировал, это появление расхода масла на угар. Как правило, происходит это по причине износа маслосъемных колпачков. И случается уже после 100-150 тысяч километров пробега. Естественно, если двигатель предварительно не перегрели. Второй момент, связанный с 1NZFE, это не очень большой ресурс цепи ГРМ. Здесь она не вечная, и на пробеге около 150 тысяч, скорее всего, ее придется поменять. Хотя были люди, которые исхитрялись проехать на ней и под 200+. В остальном, каких-то супер характерных для данного двигателя проблем NZ лишен. Да, как любой другой двигатель, он иногда подтекает маслом по прокладке клапанной крышки, заднему сальнику коленчатого вала, либо через датчик давления масла. Но в нынешних реалиях это вообще не проблемы. По большому счету, все диагностируется визуально. Да и контрактный 1NZFE пока еще не стоит каких-то сверхкосмических денег. Так что в плане надежности агрегата у этого автомобиля все в порядке. То же самое касается и его автоматической четырехступенчатой КПП. Классический автомат с очень большим по нынешним временам ресурсом. Правда, нужно не забывать менять в нем масло хотя бы раз в 60 тысяч километров. Ну а перед тем, как посмотреть на Тойоту Раум снизу, давайте пробежимся по дорожному просвету. Кстати, каталожное значение Онова для данного автомобиля это 150 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, так ли это. Под защитой моторного отсека на самом деле здесь расстояние больше, порядка 19 сантиметров. До края переднего бампера 20, а до резинового брызговичка 15. Поменьше расстояние от асфальта до порога. В передней части это 17 сантиметров, в задней 20. А до края заднего бампера целых 26 сантиметров. При этом надо отметить, что банка глушителя здесь подвешена поперек кузова и практически в районе задней оси. То есть, подъезжая к высокому препятствию задним входом, вы никаким образом ей уже не зацепитесь. Возможно, заслуга высокого дорожного просвета, показатели которого здесь могут поспорить с иным современным кроссовером, это более высокий профиль резины. В данном случае автомобиль обут в покрышке размером 185-70 на 14. Что касается подвески Toyota Round, то она больше про комфорт, чем про управляемость. Машина мягкая, что хорошо, если вы эксплуатируете автомобиль по дорогам не самого высокого качества. Спереди здесь Макферсон. Из интересного по передней подвеске это шаровые опоры, которые изначально запрессованы в рычаг и по задумке производителя не менялись отдельно. Хотя дубликатные запчасти, понятно, можно перепрессовать. И конструкция стабилизатора поперечной устойчивости, стойки которого здесь очень короткие и они вкручиваются в рычаг насквозь. Подобную конструкцию можно было видеть на RAV4 в его задней подвеске. Стабилизатор стоит сверху на подраннике, но доступ к его креплениям здесь отличный. Он полностью открыт. Рулевая рейка на этой машине, гидравлическое время электроусилителей на момент ее появления на конвейере еще не наступило. Также из интересного это полноприводный автомобиль. И кардан на нем, при том, что длина машины не очень большая, имеет аж две промежуточные опоры в виде подвесных подшипников и, соответственно, четыре крестовина. На состояние которых при покупке подобного автомобиля надо обращать внимание и проверять на люфт. В задней части автомобиля мы видим топливный бак. Здесь он стальной и его объем 45 литров. Но самое интересное, это задняя подвеска. Здесь полный привод и мы видим мост. Как на полноценных больших внедорожниках. Присутствует здесь и стабилизатор поперечной устойчивости, закрепленный на саму мосту непосредственно. И по четыре сайлинг-блока в продольных рычагах. Барабанные задние тормоза, ну а пружина и амортизатор выполнены в виде стойки. Причем весьма компактный по своим габаритным размерам. Таким мы увидели сегодня компакт-вен Toyota Round 2008 года выпуска. С двигателем полтора литра, полным приводом, автоматом и пробегом в 210 тысяч километров. Если у вас была или есть подобная машина, вам есть в чем нас дополнить, в чем поправить. Пропишите все это в комментариях, чтобы людям, которые думают о покупке подобного авто, ваш комментарий помог определиться с выбором. Если обзор оказался полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть здесь в дальнейшем. Ну а мы в свою очередь будем стараться их для вас найти и отснять. Спасибо за просмотр, хорошего вам дня и до новых встреч на канале. Пока!